День добрый! Сегодня мы с вами рассмотрим работу «Клинические исследования в нейропсихоанализе. Введение в глубинную нейропсихологию» от супругов Карен и Марка Солнц. Как понятно из названия нейропсихоанализ, это попытка интегрировать классический психоанализ и нейропсихологию. Психоанализ, опытность своего создания Фрейга, чуть более ста лет назад, занимался тем, что исследовал так называемые глубинные структуры человеческой психики. Глубинные – это означает, что сокрытые даже от непосредственного знания, понимания этого, так называемые бессознательные. Часть этих глубинных структур Фрейг относил также и врожденные потребности, инстинкты, которые человек сам не осознает, не понимает, но они им руководят, управляют и прочее. И также в том числе методы, которыми бессознательно перерабатывают информацию. Как правило, это способы символизации те или иные метафорические переносы, метаминемические, все негдоха и вытеснения. Этим занимался психоанализ. Нейропсихология же, наука чуть помоложе, ей чуть более полувека, она занималась попыткой локализовать психические функции человека с конкретными зонами мозга. То есть определить, какие зоны мозга, какую работу вносят в реализацию той или иной психической функции. Так вот, как следует нам из названия данная работа, нейропсихоанализ, это попытка интегрировать два этих направления. Психоанализ с бессознательным и символизацией, и нейропсихологию, с ее знанием структуры мозга и работы, которую они выполняют. Надо сказать, что нейропсихоанализ довольно-таки свежее направление. Буквально датируется на начало, с середины 80-х годов минувшего века. В то время как классический психоанализ, им чуть более ста лет, нейропсихологии чуть более полувека. С определенными задатками чуть раньше. Вот, здесь сейчас очень важно сделать иступление. Почему говоря о психоанализе, я всегда упоминать буду, что это направление. Вопрос направления чего? Все дело в том, что психоанализ наукой не является. Никак, ни в коем мере. Споры на этом велись и в прошлом веке, и сейчас, в принципе, их, наверное, уже даже не ведется, потому что всем так, большинству так все понятно. Проблема психоанализа в следующем. Поскольку он работает с несознаваемыми психическими процессами, как он настаивает, и главным образом, проявляющиеся через символизацию, проявляющиеся символически, то есть некие бессознательные глубинные желания, вытесняемые из нашего сознания в бессознательное, там они проходят символическую обработку. И согласно теории Фрейда, гипотезе Фрейда, так или иначе проявляются в нашем поведении, в оговорках, очитках, в неправильных действиях, в сновидениях, в первую очередь, которые он обязательно все трактует, интерпретирует в юморе, в шутках. И вот, поскольку основная работа психоанализа происходит именно с символами, с процессом символизации, то возникает следующий нюанс. Символ всегда многозначен. Символ – это не знак, это не буква «А», у которой всегда буква «А» и все. Это не точка, которая обозначает на карте, к примеру, здание. Символ всегда многозначен. У него всегда есть много трактовок. Никак не одна. И, к примеру, если мы можем сказать, что вот этот символ символизирует то явление, мы не сможем это доказать, поскольку можно будет взять какое-нибудь другое явление и сказать, что этот символ найти в нем общую черту, и сказать, что он символизирует то явление в том числе. То есть это всегда можно поставить под сомнение. Всегда. Символ невозможен трактовать однозначно. И, в принципе, сложно представить себе науку, которая имела бы реальный научный метод, если бы она занималась именно, преимущественно, трактованием символов. Это невозможно. Символ — это очень зыбкая почва для вообще каких-либо действий. Для поэзии — да, в самый раз. Но поэзия, как мы знаем, и наука — это в самый антиподы. Символу нельзя дать однозначное определение. А, следовательно, с символом нельзя работать. Это просто химера субстанция, нечто воздушное и растворимое. К слову сказать, на Западе психоанализ давно испытал кризис. В принципе, это случилось еще в середине XX века, ближе к середине XX века, когда те же последователи Фрейда начали замечать неудовлетворительность теоретической базы данного направления — учения. Да, кстати, будем называть психоанализами научения, а не наукой. Психоанализ учит чему-то, но не доказывает, поскольку у него нет просто доказательной базы, у него нет метода. И поэтому большинство последователей, психоанализ, не большинство, а все, в принципе, приходится, либо принимая на веру, либо да, верю, либо не верю. Нет, это да нет. Доказать никак невозможно. Однозначно, что вот это, 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 а то, это, это. И, таким образом, еще в середине прошлого века психоанализ развился на несколько ответвлений. Последователи Фрейда, неофрейдисты, постклассический психоанализ, основавший, ввели новую терминологию, дополнили, избавились от части терминологии старой, фрейдистской, классической, ввели новую терминологию и попытались работать с этим. И, в принципе, на западе направление пошло именно по той части преимущественным. По неофрейдизму, по постклассическому психоанализу. Вот именно это и выглядит удивительным в работе по нейропсихоанализу, то, что авторы преимущественно используют терминологию классического фрейдизма, несмотря на то, что она с середины 20 века была в значительной степени вытеснена работами неофрейдистов Карен Хорни, Гарри Стек Салливан, Хайнс Кохут, Дональд Винникотт, Фром, вся школа под названием теория объектных отношений, она существенно потеснила классический фрейдизм. И поэтому непонятно, почему авторы по нейропсихоанализу используют преимущественно классические фрейдистские терминологии. Не является ли это свидетельством не слишком широкого кругозора авторов данной работы? Где-то с середины работы периодически упоминаются такие термины не классического психоанализа, как нарциссизм или объектные отношения, но, тем не менее, все ссылки в работе только на труды Фрейда. И это удивительно. Есть лишь одна ссылка на Дональда Винникота, но и то она находится вне русла основного анализа работы. Это похоже на своеобразный стимпанк на попытку заменить все современные высокотехнологичные автомобили драндулетами на паровом двигателе. По сути, и привязка к нейропсихологии, как мы ее знаем, в данной работе, она является весьма условной, поскольку там очень мало применяется понятийная база нейропсихологии. По сути же, там используется лишь в основном привязка к тем или иным мозговым зонам. Но терминология, разработанная Лурией и всей его школой в последующем, она там только лишь упоминается вскользь, а в дальнейшем подменяется классическими фрейдистскими формулировками. И по сути, это выглядит лишь как попытки привязать все стандартные термины фрейдизма к локализации конкретным мозговым зонам. Это выглядит, как минимум, настораживающе. Ведь по сути, неофрейдизм, заменив понятильную базу классического фрейдизма, подменил тем самым, заместил, очень логично, очень обоснованно, изначально фрейдистские концепции, согласно которым, поведение человека было обосновано некими врожденными потребностями, инстинктами, как называл их фрейд. В неофрейдизме же больше внимания уделялось социокультурным факторам, которые влияют на формирование человеческой личности. И именно неофрейдизм в гораздо большей степени сочетался с нейропсихологией Палурии, поскольку она являлась лишь ответвлением от культурно-исторической психологии, основанной Выгодским, учителем Лурии. Именно социокультурные факторы по данному направлению являются определяющими для формирования личности человека. Фрейдизм же постулировал именно врожденные потребности человека, которые якобы вытесняются в бессознательно культурными влияниями. Как обосновать стремление авторов работы к возврату к архаичной фрейдистской терминологии, сложно себе представить. Вот. И опять же, другой нюанс. Согласно ресурсу ПАБМЕД, за последние 50 лет в научных изданиях публикации по психоанализу число не возросло. Оно как было 50 лет назад, так и остается до сих пор. В принципе, колебания там незначительные. То есть психоанализ будто замер на каком-то уровне плато стабильного и все. Никакого подъема нет. Хотя это непременно должно быть при развитии научного знания, при накоплении данных, прорывах теории должны происходить. И таким образом должен быть подъем, рост публикаций, рост открытий. Психоанализ этого нет. Это говорит о том, что наука в стагнации находится. В принципе, это ожидаемо и иначе быть не может. Я сказал наука и я ошибся. Учение. Так вот. Теперь же, что касается непосредственно самой работы авторов. Для начала необходимо заметить, что в водных главах авторы стараются всеми правдами и неправдами. с невероятным количеством усилий, перелопаченных материалов доказать, что основатель нейропсихологии Александр Романович Лурия имел какое-то отношение к психоанализу, что якобы разделял взгляды Фрейда до самого победного конца. Да, известно, что Лурия увлекался психоанализом в юности. И в 19 лет он даже переписывался с Фрейдом. В то же время основал в Казани кружок психоанализа. Но очень быстро Лурия сам же разочарался в психоанализе. Как он писал в своей автобиографической книге «Этапы пройденного пути»? Многие из идей Фрейда казались мне умозрительными и довольно фантастическими, но изучение эмоциональных конфликтов и комплексов методом ассоциации казалось многообещающим. Позднее я опубликовал несколько статей основанных на идеях психоанализа и даже составил план книги об объективном подходе к психоанализу, которая никогда не была напечатана. В конце концов я убедился, что ошибочно считать человеческое поведение продуктом глубин сознания, игнорируя его социальные высоты. Но авторы же стараются доказать, что Лурия отказался от идей психоанализа не по идейным своим причинам, а по причинам политическим, по политическим настроениям, царившим в Советском Союзе в те годы, поскольку учение Фрейда противоречило взглядам Маркса, марксизму в целом и идеологическому материализму. Надо сказать, у авторов это не очень получается. Они цепляются за каждое слово, отрыли очень писем Лурии ученым во все страны мира, его перекиску, и приводят оттуда в цитаты, фрагменты по крупицам, по славам, цепляются за каждое слово. Это действительно похоже на попытку хвататься за соломинку утопающую. Можно было просто опустить эти главы, просто не писать об этом, не пытаться доказать, что Лурия до конца будет сторонником психоанализа. Просто пропустите это и все. Это было совершенно не обязательно и выглядит это довольно-таки комично. Но в целом это заслуги работы не умаляет, наверное. Принцип работы авторов на данной книге заключен следующим. Они брали людей с разными повреждениями мозга. левого полушария, правого или лобных долей. И пытались исследовать их с помощью классической психоаналитической технологии. Метод свободных ассоциаций, хронических беседок. И выявляли, пытались выявить, какие изменения в личности, в я, как любил Гори Фрейд, в личности персон происходили после той или иной травмы. То есть пытались определить, какой вклад, какую функцию вносит левое, правое полушария лобной доли в личность. Местами, да, это было интересно, но, что важно заметить, несмотря на всю интересность данных, все они изложены туманной терминологией, в принципе, свойственны психоанализу. Здесь психоанализ, опять же, вернее, нейропсихоанализ уже в данном случае, запинается. А классическую проблему нейропсихоанализа, поскольку этого не было ни научного метода, ни доказательной базы, ни самое, что важно для начала самого, четкой терминологии, не было понятий, четко определенных. К примеру, если мы возьмем слово «я», термин «я», неотъемлемая часть психоанализа, «я», сверх «я», «оно», «вот я», что такое «я», как можно четко определить, четко, чтобы мы знали четкие критерии этого «я», чтобы, к примеру, мы вот открыли дверь и поняли, «да, вот это вот я», «где четкие критерии?» А нету. В психоанализе не разработана понятийная база, ее просто нет. и поэтому берешь любую психоаналитическую работу за все более ста лет написанные и понимаешь, там вода, 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 гипов комплекс, психосексуальное расстройство, зависть к члену, чего там только нет. Вот, к примеру, авторы этой книги исследовали женщину с травмой правополушария. Следовательно, у нее нормально работало левое полушарие. Поскольку правополушарие отвечает за контроль левой части тела, то у нее она была парализована. Рука ее очень плохо слушалась. И пациентка очень негативно стала относиться к левой руке к своей, потому что она ее не слушалась. Она ей не подчинялась, двигалась очень плохо. И вот она очень негативно, она ругала ее, била ее, постоянно была недовольна левой рукой. Авторы делают вывод, что в данном случае женщина, пациентка совершать проекцию отношения к своей плохой матери из детства, то есть мать у нее была нечуткая, холодная, проявляла мало заботы, не реагировала на дочь, на потребности дочери. И пациентка, уже будучи взрослой, после травмы мозга, совершила проекцию на левую руку отношения к своей матери. То есть она стала ненавидеть руку, как ненавидела свою мать, за то, что она стала такая же неодвчивая, нечуткая, перестала ей слушаться, реагировать на ее приказы, на ее команды. Вот. Здорово. Это все укладывается в психоаналитическую теорию, гипотезу. Но как это доказать? Каким способом реально, однозначно провести связи между плохим отношением с матерью в детстве и с негативным отношением к своей левой руке при травме мозга? Как это доказать? Никак. Психоанализ всегда этим страдал. Страдал, страдает и страдать будет. Это скоро, судя по всему, он уже умерет. Вот. И подобных нюансов в книге много. Интуитивно понимаешь, да, это может быть, но это не предмет для науки. Для учения, ради Бога, но это не научный способ. И поэтому подобной воды в данной работе очень много. Работать с символами это очень теревато. Это, ну, слишком несерьезно. Вот. Наиболее же интересен в данной работе момент со ссылкой на другого известного нейромеолога Рама Чандарана продемонстрирована реальная работа вытеснения в классическом фразистском понимании. То есть, когда нежелательная эмоция не осознается, а вытесняется из сознания в бессознательное и как-нибудь ретуширует с помощью хорошей эмоции. Вот. В данном случае это было показано очень здорово, описано. Это интересно. Вот. Также другой аспект. Здесь в книге не просто поставлено под сомнение, а в принципе можно сказать, что даже в какой-то степени доказано опровергнуто. Известная классическая постановка в когнитивных науках согласно которой в нейронауках согласно которой левое полушарие отвечает за положительные эмоции, а правое полушарие в них локализуются отрицательные эмоции. Действительно, много травм, много случаев травм мозга показывают, что когда у человека травма правого полушария, значит у него работает в норме левое нормально, у человека всегда в эйфорическом состоянии он пребывает. Если же у человека травма левого полушария, то есть в норме работает получается правое полушарие, то человек находится на депрессии, уныние. Вот. Но всегда находились противоречащие этому примеру. Травма правого полушария, а человек все равно грустит. Травма левого полушария, а человек все равно в эйфорическом состоянии. какие крупицы, они всегда противоречили общей концепции. И в принципе всегда было на чем поразмыслить. Но вот здесь, именно на данной работе авторы приводят очень интересный пример, когда у женщины также у пациентки было повреждение правого полушария, она не осознавала то, что у нее левая рука парализована, она просто шутила, шутила, говорила все нормально, рука все слушается. Просто почему она сейчас не любит, а не хочет. и она была очень поднята в настроении, потому что левое полушарие только работало, все нормально. И они, вот на том же примере с выстеснением, со ссылкой на Рамачандрана, они показали, что можно левое полушарие, которое продолжает работать, при некотором усилии вывести из себя, перегрузить его эмоционально, и оно, пациент, тогда начинает страдать, он начинает рыдать, льет слезы. Это делает левое полушарие, которое якобы отвечает за положительные эмоции. Вот. То есть, из всего этого следует, что, да, эмоции не разбросаны на дихотемию по полушариям, что вот здесь вот находятся положительные эмоции, здесь отрицательные, что все гораздо сложнее. Динамическая связь между полушариями, она более сложная, и эмоции строго не локализованы, вот так вот одно в другом. И так, что же можем мы в завершении сказать по существу об этой работе? Она любопытна, она будет интересна даже нейропсихологу, и в принципе, любому человеку, увлекающемуся нейронауками. И все же, это больше похоже на попытку умирающего психоанализа реабилитировать себя, вскочив на спину более уверенного и здорового своего дальнего родственника в лицене нейропсихологии. Если, конечно, они вообще родственниками являются, поскольку одно является наукой, другое – учением. Вот. Но книга достойна внимания. Кое-какие выводы, может быть, в голове и назреют после ее прочтения. Всего хорошего. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok